Если так сказать по официальным сведениям, то у меня несколько мастеров спорта по разным вопросам. Я четырехкратный финалист чемпионата мира по некоторым видам спорта, плюс я финалист чемпионата России по электрическому многоборью, чемпион дальневосточного округа по некоторым видам единоборств и плюс мастер спорта международного класса, судья международной категории. Так что в принципе, причем я до сих пор действующий и так далее спортсмен и постоянно поддерживаю форму на очень высоком уровне. Алексей, возьмите меня в ученики. О, замечательно, благодарю. Приветствуем Алексея на Котляру.фм. С нами соведущие Роман, Влад, Виктор и Леши. Леши будет слушать, чтобы не переговорить, потому что Леши в глаза прям липнут. Устали так. Да, Леши, спасибо большое. Да, Леши, завтра добавлю. Хорошо, замечательно. Слышно великолепно, Алексей. Передаю слово соведущим, да. И тебе. Да, да, да. Кто сейчас ведущий? Значит, Роман, это вчера был с нами. Потом есть с нами еще Виктор и Влад. Такие вопросы будем обсуждать. Да, давайте, Алексей, вот я позволю себе такую наглость. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздороваемся со вчерашней ночи Роман. Вот, вопрос такой. Давайте продолжим про полярную звезду для того, чтобы вспомнить, скажем так, прошлый экскурс. Грубо говоря, вы были в Бонус-Айресе, правильно? Да, был. То есть, да, вот. Вот, и вы говорите, с территории Бонус-Айреса полярную звезду видно даже на горизонте. Ну, то есть, она на горизонте видно, правильно? Ну, да, она там видна. Она не все время видна, но иногда видна, да. Вот. А если представить, что наша Земля шарик, то есть, она имеет свои округлости, то Бонус-Айрес находится в южной стороне, а полярная звезда находится на северной. Да, и причем Бонус-Айрес существенно южно находится, существенно. Правильно. Получается, наша Земля, если бы она была округлая, то с южной стороны видеть полярную звезду было бы невозможно. Безусловно. Так я, в принципе, насчет формы Земли особо и не сомневаюсь. Для меня давно понятно, что наша территория плоская. Ну, все равно нужно сакцентировать на это внимание, Алексей. Вы понимаете, что некоторые слушатели слышат это, во-первых, в первый раз. Это для вас, как для человека, который занимался этим и наблюдал, и у вас была возможность, скажем так, путешествовать. Это является в порядке вещей. А люди, которые слышат это первый раз, это, скажем так, является своеобразной информационной бомбой. Ну, если про полярную звезду, понятно. Вот у нас был такой Юрий Тимовский на канале. К сожалению, у нас не получилось его добавить. Надеюсь, у Вячеслава получится его добавить. У него очень интересная манера изложения своих мыслей и вполне доступная. Да, мне тоже нравится говорить. Да, тогда тех вопросов. А, извините. Юра, если... Просто у Юры, скорее всего, 4 утра сейчас, но так как сегодня суббота... Юра, если ты вдруг по случайному стечению обстоятельств у нас слышишь... Ладно, сейчас я его попробую добавить. Присоединись к нам, пожалуйста, потому что... Такого специалиста, как ты, в просторах, как говорится, Рунета... Ах, не берет трубку. Поискать. Но, может, еще возьмет. Может... Хорошо. Тогда у него есть такой один из основных вопросов по поводу звездного неба. Это так называемая сигма октанта. То есть, есть у нас, так по ним... Ну, то есть, на северном полушарии, то есть, полярная звезда. А в южном полушарии, так называемая сигма октанта. То есть, противовес полярной звезды. Так вот, видна ли так называемая сигма октанта? Ну, я такую звезду, честно говоря, тогда не акцентировал. Когда там... Тем более... Ну, Южный Крест все время высматривал. Или кое-какие звезды, которые там видны. Да, там, например, звезда, помню, Сириус очень хорошо видна. Венера отлично тогда. Да, ну, некоторые звезды и созвездия, конечно, видны гораздо лучше, чем у нас. И там по-другому звездное небо. Да, большинство созвездий северного полушария видны, наверное, над горизонтом. Которые, как бы, там встают... Ну, восход-заход там такой, как наблюдается. Это я помню точно. Да, не хочу перебивать. Я вот по первой беседе для себя отметил насчет этой Америки, назовем ее условно Южной, две детали. Мы с Алексеем общались. Первое, на что обратил внимание, Алексей подсказал, что там как бы все перевернуто вверх тормашками, когда смотришь на небо. Да, если не ошибаюсь. Вот. Второе, вчерашней беседе Алексей для меня еще положил мне в размышления еще информацию, что чем севернее отправляясь, по нашей современной карте южнее отправляясь по Аргентине, тем становится холоднее. То есть, вот этот, забыл, слово ты вчера использовал, вылетел. Патагония. Патагония, да. Вот. Благодаря этому я сделал вывод. Перед тем, как я скажу, какой вывод сделал, я скажу следующее. Опять для скептиков. Четкие очертания материков, четкие, там вот, идеально один к одному, мне неизвестны. Естественно, потому что это дело, знаете, таки. Мне доподлинно известно, что континентов Америка в том виде, который нам нарисовали, их не существует вообще. Соединенные Штаты находятся на восточном, юго-восточном побережье Азии. Асида. Вот. Поэтому четко нету. А, еще, что мне доподлинно известно, что, грубо говоря, на север, на восток и на запад от нас находятся два гигантских континента. Неважно, как они называются, мы их условно сейчас называем... Ну, есть Асгард. Асгард и Либерия. Вот. И теперь, что я хочу на наблюдение свое озвучить. Еще третья копилочка, я тоже обратил внимание. Алексей сказал, что лететь туда 24 часа. Правильно или ошибаюсь? Ну, по совокупности, да. Ну, один перелет занимает около 12 часов. Но получается, что если из Петербурга лететь, там, получается, почти 3 или 4 часа летишь сначала до какого-то промежуточного города. А потом там сидишь в аэропорту часа 4 и еще летишь часов 12-13, а то и 14 часов летишь уже в Бунос-Айрес. Поэтому по совокупности всех там перелетов, пересадок и так далее, бывает почти сутки летишь туда, да, по совокупности. Так, тогда я сейчас, надо, раз, ну, чистого, чистого времени получается, наверное, 12 плюс 4, часов 16, если чистого времени, если бы не надо было ждать в аэропорту, там, стыковки, потому что стыковки обычно длинные, там, там редко бывает короткая стыковка, часа 4 ждешь, а то и 6 стыковку, поэтому получается около суток летишь. Значит, какой я могу... Я единственное могу сказать, так как, ну, род моей деятельности связан с Аргентиной постоянно, у меня постоянно среди, ну, огромное количество друзей самих аргентинцев, и в том числе большое количество друзей туда летает едва ли не там два раза в месяц. Поэтому, если очень надо, я, конечно, могу там и снимков кучу предоставить и так далее, и так далее. То есть, есть очень много, ну, материалов из Аргентины постоянно, и сувениров, и чего угодно. У меня самого огромная библиотека фотографий аргентинских, я объездил Аргентину много где был, вот. Помню, там песни, там у них такие, этот проклятый осенний апрельский дождь, ну, то есть, у них в апреле там, например, осень. Или, предположим, поедем мы на юг, в край суровых мужчин, где там, типа, холодно, и там, то есть, у них получается, чем южнее, тем, ну, холоднее. То есть, у них вот весь фольклор, все песни посвящены как раз всему, что у нас наоборот. Апрель – это осень, юг – это холодно, ну, и так далее, и так далее. То есть, все вот так у них там. Я хотел бы так чуть-чуть тематику по поводу звездного неба. Алексей, вот понятно, что вот звездное небо мы практически полностью обсудили. Скажите, пожалуйста, то есть, вы не видели сигма-октанты? Я не обращал на нее внимания просто. Я тогда, когда был в Аргентине, еще не был, ну, грубо говоря, заточен под эту тему и больше так созерцал нейтрально на все это дело. Тогда будет убедительная просьба, то, что вы только что воспроизвели, чтобы сделали такую вот периодическую фото-киносъемку южного неба в сторону, ну, так называемого юга и в сторону так называемого севера, ну, и, соответственно, по центру. Для того, чтобы… Ну, скажу же, в ближайший месяц я встречусь с огромным количеством людей из Аргентины и смогу эту просьбу, скорее всего, воплотить, но не сиюминутно. Не-не-не, я прекрасно понимаю. Мне нужен будет где-то месяц, но, наверное, где-нибудь через месяц-полтора я смогу большое количество материалов из Аргентины представить много. Вот, это было бы интересно, просто я пытаюсь вам дать определенные подсказки, где, ну, примерно, смотреть, то есть Юрий Тимовский, вы там как бы более продвинутый пользователь, сказали бы сейчас современники, но вот, по моему мнению, это тоже вот как бы является базовым, скажем так. И поблагодарю вас за вот эту информацию, передаю слово другим соведущим, кто имеет слово что-то сказать, пожалуйста, обратитесь к Алексею. Да, я все-таки, да, извиняюсь, я все-таки хочу довести то, что я начал про Аргентину и не довел. Несмотря на то, что я, ну, не опрометчиво, а очень быстро перенес все страны в Африку, ничего в этом странного нету, я имею в виду страны Южно-Страшного нету. В принципе, там основной упор был сделан, что Африка нарисована, точнее, Южная Америка, была изображена исключительно из визуальной подачи Африки. Вот, то есть, там если сравнили. Так вот, что я хочу сказать. Судя по тому, что Алексей сказал, предположительно, это еще не факт, но раз чем южнее, тем холоднее, то возможно... Сейчас разверну этот носик Аргентины. Возможно, вот так выглядит дело. То есть, возможно, есть какой-то участок земли. Почему именно так обстоит дело? То есть, нос уходит вверх. И причем она может находиться где-то на большом отдалении сейчас я... Так как, на самом деле, я уже говорил, еще раз повторю, Антарктида это не лед, Антарктида это камень и песок, и там, получается, на юге, наоборот, жарче становится, то приближаться, как говорится, если бы Аргентина действительно уходила носом к Антарктиде, то там было на краю бы намного холоднее. Ну, у меня есть друзья, которые говорят, что они были на огненной земле. У меня там есть друзья-альпинисты туда ездили. Они уверяют, что там пингвины есть на огненной земле. И многие аргентинцы, кто ездили в Патагонию, тоже говорят, что там пингвины. Сам я их не видел, но, по крайней мере, у меня есть друзья, которые вполне заслужат доверия. Они просто так панты кидать не будут. Они говорят, да, на огненной земле реально колотун. Там есть какое-то местечко, там даже, вот говорят, там чуть ли не 355 или 350 дней в году. Все время дует страшный ураган, идет дождь со снегом или просто дождь. То есть там реально всегда плохо. То есть там отвратительнейшая погода. Она постоянно там просто как в трубе. Постоянно дует страшный ураган, постоянно дождь, снег. И там чуть-чуть южнее еще. Там вообще, говорят, совсем непереносимо где-то на самой огненной земле. И там пингвины только и водятся. Там только какая-то одна гидрометстанция. Туда отправляют людей, как в ссылку. Они там реально страдают. И спасменное дежурство. А так вообще там нормальных людей даже и не водится. Вот что такие там условия объясняют они. Ну да, в принципе, я пока еще раз скажу, что судя по тому, что Алексей рассказал, а то, что Антарктический круг, это опять же не лед, то получается. И плюс ко всему, помните, обратите внимание, Алексей подсказал, что там как бы вверх тормашками идет созвездие. То есть если смотреть по общепринятой карте, должно быть это небо над головой классическое. Ну так как Аргентина, получается, упирается не в Антарктический круг, а скорее всего в Арктический, потому что в Арктике холодный пингвин в Антаркеде. Жарко там кенгуру на самом деле. То тогда все может сходиться. И вот этот перелет. Возможно, вот есть старые карты. Кусок все-таки земли где-то находится в другом месте, где живут, как говорится, наши соотечественники. Может быть, Южная Америка и как раз-то и не на одном континенте с нами. Но северную я вон расписал вот и до. То есть если мы берем верхнюю часть Канады, переворачиваем мир тормашками и зеркалим, это получается вот эта часть России. Да, Азии. Сейчас я выделю. Потом, когда мы берем центральную часть США, они тут вообще ничего не переворачивали, не зеркалили. Сейчас обратите внимание, кто впервые это будет видеть. Видите? Идентично. Они только масштаб поменяли. То есть вот этот носик тут, вот этот носик тут. Если здесь Желтое море, то тут это Мексиканский залив, если я не ошибаюсь. Если здесь это Охотское море, то тут, кто смотрел ролик, знает, что это все перевернуто, отзеркалено. Гудзонский залив. Вот. И финальная часть здесь непросто показать на этой карте. Здесь надо вот это вертормашками, вернее не вертормашками, отзеркаливать. И переносить вот в эту часть. Почему именно так? Потому что на древних картах, вот этот носик на этой карте изображен, где Мексика. Сейчас еще раз. Вот это Мексика. Даже вот, смотрите. Вот это Мексика. А вот этот нос на карте. Там, правда, для тех, кто в скайпе, немножко задержка идет. Я сейчас специально выдержу паузу, чтобы вы сравнили левый рисунок, где оранжевый кусок изображен. И сравнили правый рисунок, где изображена Мексика. И обратите внимание, очертания практически неизменны. Что справа, что слева. Контуры побережья идентичны. Пока передам слово и подумаю. Я бы хотел добавить по поводу Аргентины, если можно. Вот. Что меня в Аргентине удивляет, вот если касаясь огромный пласт какой-то древней культуры. Но причем этой культуры не майя и ацтеки. Там как раз я бы сказал, что местное население, которые индейцы с Перу, они там занимают какую-то социальную нишу типа наших цыган или каких-то бродяг. Вот. То есть, они не выглядят цивилизованными. Наоборот, самая, ну, такая, люмпеноподобная часть населения. А именно, что поражает Буна-Саресе. Первое, что город тоже утоплен, как и большинство городов в Европе. То есть, у них там первый этаж, а то и первые полтора этажа в земле. Второе, огромные объемы каменного строительства, причем каменного строительства уровня, как застроен Петербург, а то и круче. Вот. То есть, такая монументальная такая архитектура наподобие сталинской, но только вот более ранний такой вариант. Второе, там огромное количество соборов наподобие Казанского или Исаакиевского собора, какие-то монументальные колоннадные театры, но причем все-все это огромного тоже объема. Второе, там, предположим, основную часть города составляет несколько параллельных улиц, каждая из которых длиной по 15-20 километров, где нумерация домов достигает даже пятизначных значений. Но при этом улицы абсолютно прямые. Я, как геодезист, могу сказать, чтобы такие улицы даже просто распланировать, по современным меркам нужны очень высокоточные теодолитры и целые команды очень хороших инженеров-геодезистов, чтобы только распланировать, я не говорю, чтобы только осуществить. Вот, то есть, из этого я делаю вывод, что город построен по очень высочайшим технологиям, причем превосходящих даже современные технологии. Например, что вот, но если сравнивать с Петербургом, предположим, у нас там какие-то новые районы застраивались 10-15 лет, но они выглядят убого по сравнению с Буэнос-Айресом. Вот. Но причем, что наши убогие районы застраиваются с помощью кранов и высоких типов технологий, но Буэнос-Айрес застроен гораздо более высокими технологиями. То есть, просто даже объемы, именно просто галимые объемы цементно-бетонных работ или каких-то каменных работ поражают свои чудовищными объемами. Притом, при всем, что нынешнее население не в состоянии даже просто эксплуатировать этот город, потому что вот эти все колоссальные застройки ветшают и так далее. Как все равно, что если бы нам в Александринский театр в Петербурге заселили бы просто каких-то люмпенов, и они бы там, ну не знаю, белье стирали и на колоннадах развешивали что-то. То есть, вот такая ситуация там, да, там находится самая широкая улица в мире, например, чтобы перейти пешком ее почти невозможно. Там обычно я садился на автобус и ее переезжал, да. То есть, город потрясает. Но по истории нам вот, я просто очень хорошо знаю историю Аргентины и Буэнос-Айреса. Например, говорят, что все время там была какая-то война с Бразилией, там была одна же из войн, в которой там перебили чуть ли не все мужское население. Потом там была какая-то убогая эмиграция. Сначала то ли негров завезли, потом была эмиграция в середине 19 века просто из Европы. То есть, по сути дела, там постоянно какие-то бродяги приезжали в большом количестве. Когда они успели построить город, вообще непонятно. Потому что по истории там постоянно он то сгорел, то какая-то война, то народ поднабежал, но в основном неквалифицированный, то какие-то, да, там люди жили в каких-то трущобах и все. Откуда возник и когда возник этот город, непонятно. Вот. То есть, вот я говорю, вот это противоречие там очень сильно и видно, что люди, которые там нынешние живут, не могут даже толком этот город эксплуатировать в нормальном состоянии. Многие здания просто ветшают и не соответствуют такому уходу. Вот и все. Такие мои вот парадоксальные собственные наблюдения относительно города Буэнос-Айреса. я, Алексей, много тут, я надеюсь, ты видишь, демонстрация, как я все вижу. Ты имеешь в виду, вот я вот сейчас выделил, допустим, розовое здание с белого-голубого. Но это президентский дворец, оно известно из здания. И имел в виду такую архитектуру, когда говорил, что у них даже круче, есть даже круче, там, по-моему, трибуналь, трибуналь называется, площадь главная, то есть, ну, трибунал, как бы написать, там будет такой собор наподобие нашего Казанского. И там, в том районе города как раз там много всяких таких, напоминает такой усеченная версия Милана, наверное. Ну, а так, в принципе, там вся застройка, вот как сейчас наподобие в районе, как это называется, Роса-Пласа, это розовая площадь, розовый дворец, это президентский дворец, о-о-о, Авенида-де-Машио, Авенида, а, нет, это Авенида-Нуэвде-Хулио, это улица 9 июля, 9 июля у них типа День независимости, а вот ее пересекает как раз и по диагонали и так далее несколько улиц, Индепенденция, что там, Ля Кажи-Кориентос и еще там какие-то, вот, они все длиннющие, а вот это вот, ну, грубо говоря, улица 9 июля, вот это то, что сейчас. Ну, вот видно, что вокруг него вот эта каменная застройка, это все застройка 19, ну, по официальной версии застройка как бы 19-18 веков, вот, типа того, но когда они все это строили, вообще непонятно совершенно, потому что население нынешнее довольно бедное живет и едва сводят концы с концами, никаких там высокотехнологичных там, да, вот дворец, вот такого духа, у них там две трети строительства, то есть, вот это монументальное очень все, да. Алексей, вот я хотел бы поддержать ваш разговор и спросить, вот, скажите, пожалуйста, а вот на территории Аргентины есть такие вот цокольные этажи, скажем так, которые вот у нас наблюдаются в Санкт-Петербурге, в Москве, в Харьков, и есть, Есть, Бунос-Айрес и есть, вот я говорю, что Бунос-Айрес тоже вот обратил я еще тогда внимание, я вообще, кстати сказать, уже давно, я еще даже, когда не в курсе был всех этих конспирологических версий, последние лет 10, когда много ездил, первое, на что обратил внимание, что везде одинаковая архитектура, которая отдает вот этой вот античной, это потому что, ну, я много ездил, да, и второе, что большинство городов именно утоплены, и причем интересно, что вот наводнение приблизительно все относят к одному периоду, причем они как не сговариваясь, они там в хронологии сбиваются лет на 15, на 10, на 20, но это совершенно очевидно, потому что событие могло произойти и одновременно, но из-за того, что тогда плохой информационный обмен там, ну, и хронология могла быть сбита, но что-то вот где-то в начале, наверное, 19-го, ну, или середине 19-го века нечто, какой-то катаклизм произошел, и вот накрыло там огромное количество городов, Буэнессаи в том числе. вот это, да-да, слушай. Смотрите, то есть по, я так делаю просто определенный вывод, то, что вы хотите сказать, что основная архитектурная, скажем так, система построения всех зданий является практически одинаковая по всем континентам, по всем городам, то есть они очень схожи и Санкт-Петербургом, да? Да, ее называют еще колониальной системой застройки. Это система, когда город был явно заранее спланирован, прежде чем строился, вот, потому что те города, которые не планировались, они, предположим, разрослись из какого-то мелкого населенного пункта. У них застройка идет концентрическим образом, ярко выраженный центр, и потом от него идет разрастание. Причем иногда бывшая окраина выглядит все равно бывшей окраиной, то есть город как бы через нее перешагивает, и что, ну не знаю, кто знает Петербург, например, район обводного канала выглядит довольно убого, а предположим, дальнейшая застройка выглядит опять современной. Так вот, в таких же городах именно так это и происходит, то есть ярко выраженный центр, потом некий убогая бывшая окраина, а потом за ней идет более цивилизованный опять город. А вот такие города, ну тот же Милан, там Турин, Вена, Будапешт, Петербург в том числе, вернее, в Будапешт, имея в виду не город Будо, а именно Пешт, австрийскую часть бывшую, они все распланированы очень похожим образом. Прямоугольное планирование, где ярко выраженные продольные две, три, четыре параллельные улицы длинные, и поперек идут прямоугольные улицы. И видно, что город, прежде чем строился, уже был распланирован как город, и застройка велась полномерно. Это вот точно всех объединяет, все эти города, даже планирование. То есть, получается, у нас принципиально идет не только построение зданий, выстроение самого дома, но и, скажем так, общий план выстроения города, правильно? Да, да. Ну, вот сейчас на экране видны вот эти колоннады наподобие вот таких колонн, ярко выраженных. И, кстати, даже типаж всех скульптур, которые там стоят. Вот, например, вот если бы мне закрыли глаза бы, например, где-нибудь в Италии, открыли бы в Бунос-Аресе, я бы час бы, наверное, ходил бы, и только по пальмам бы определил, что я где-то в другом месте. А так, в принципе, скажу, что если бы мне сказали, что это Италия, сказали бы, что это Вена, я бы на первых порах мог бы даже поверить, потому что он ничем особо не отличается от других городов европейских. Вот, по вашему мнению и по всем источникам, в какие примерно года происходило, скажем так, затопление вот этих городов, то, что появились эти цокольные этажи, то есть не Санкт-Петербург, а вот именно непосредственно Бунос-Арес. Я думаю, что на самом деле Бунос-Арес был построен, ну, в переводе на нынешнее или начисление, года, ну, года 1700 какой-то, ну, то есть вот постройка была либо конец 17-го, начало 18-го века, а затопление, все это произошло где-то в начале 19-го века, ну, в переводе на наши деньги это где-то 20-е-40-е годы 19-го века, 1820-е-1840-е годы, где-то так. Ну, вот, мне доводилось побывать в других странах, я с вами соглашусь, я вот наблюдаю очень много таких интересных артефактов в виде вот этих зданий, построений, я вам скажу, что люди, жители этого государства, которые ходят вокруг вот таких же зданий, они считают своим собственным наследием, как будто это их предки, хотя они не могут их восстановить толком и не понимают общий принцип, даже их гиды, которые ходят, они рассказывают какие-то вот баснословные сказки и больше похожи на выдумки, и, кстати, стиль зданий практически аналогичен, то есть такая же колоннада, то есть вот такие уже твензеля вот сверху надо, ну, в конце колонны, ну, стиль, конечно, очень похожий, но, честно говоря, вы меня, честно говоря, удивили по поводу строения Бонус-Айреса, я даже не задумался, что даже там все эти технологии, то есть, ну, и принципы построения зданий аналогичны даже с тем же Санкт-Петербургом, аналогичны, аналогичны, причем некоторые районы абсолютно напоминают Петербург, причем там, если я говорю, собор, очень напоминает Казанский, только единственное, что он даже раза в полтора больше Казанского, хотя Казанский сам по себе довольно монументален и удивляет потрясающими размерами, а там даже больше, и да, и действительно, я с вами согласен, население рассказывает сказки, что якобы это они строили, да, причем строили в те времена, когда там у них были какие-то раздолбаи, к ним понаехали с Европы, при этом какие-то войны были, а при этом сейчас они живут в мире и вроде как при высоких технологиях они не могут не только восстанавливать эти знания, но даже по-нормальному за ними ухаживать, они просто у них рассыпаются на глазах, а они не знают, что с ними делать. Да, тут смотрите, очень интересный тогда вывод получается, был тогда в своем роде в определенные времена определенный ГОСТ, который решал, то есть по какому принципу выстраивать здания, то есть по какому порядку делать порядок этих зданий, соответственно, все здания по всему миру, даже в том числе и Австралия, то есть очень напоминает, даже на территории Австралии здания принципиально похожи с этим Бонус-Айресом, Санкт-Петербургом, как самым показателем, то есть везде были одинаковые принципы построения, соответственно, это был общий центр управления и скажем так, распределение технологий. Да, 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 конечно так. То есть, ну, значит, мы что-то пропустили. То есть, я не знаю, я на уроках истории не спал, но получается, либо нам что-то не рассказали, либо мы нас обманули. Ну, нам точно не сказали, потому что, опять же, делая аналогии, ну, опять вот, если посмотреть, архитектор, который выучился в СССР или в России, если сейчас поедет в Америку, ему придется практически переучиваться, чтобы что-то строить. Ну, ему другие стандарты придется учить и так далее. А там налицо единый стандарт для всех государств, единые спецификации. И потом, я вот говорю, как геодезист, чтобы сделать прямую улицу длиной 15 километров, поперек нее еще какие-то улицы такие же параллельные, и еще параллельно этой улице еще 2-3 такие улицы по 15 километров длиной. Ну, на глаз это нереально сделать. Это даже скажу, что даже с помощью теодолита или там геодезических нужна там, я не знаю, реангуляция первого класса, и черт знает, что там нужно. Это я не знаю. Вот если бы мне такое задание дали, при том, что я геодезист хорошей квалификации, я бы запарился такое делать. Серьезно. Да, то есть я вот знаю, по крайней мере, по себе, общаясь с архитекторами, я знаю, для того, чтобы разрешили построить определенное здание, надо, чтобы оно согласовалось с градостроительством всего города. То есть должен главный архитектор это согласовать. И вот Вячеслав нам показывает очень интересные картинки. Здание, вот смотрите, по принципу те же самые и даже в стиле готики, который находится в Центральной Европе. Да, сейчас я показываю, обратите внимание, Австралию. И вот я специально остановил. Здесь написано, что это Австралия, таможня в Брисбене. Видите, как выглядит таможня в Брисбене. А это вот фотка, это вообще, не знаю, такое ощущение, что какой-то небольшой германский городок. Написано Австралия, Град, скорая фото. То есть оранжевые здания, как бы вы видите в кадре. Европу напоминают, скажем так. Конечно, абсолютно Европа, да. 100%. Абудапешт, то же самое, только Пешт не буду, Абудапешт аналогично абсолютно, тоже прямоугольная застройка и то же самое все. Я вот тоже подумал, почему-то Будапешт. А, кстати, что в Будапеште, что я помню, что бросил мне в глаза, там такие же отметки на домах о последнем большом наводнении, которое, как в Петербурге 1824 года. И что интересно, что в Будапеште, оно произошло тоже в это же самое время, которое затопило тоже полгорода, и тоже из-за этого там город весь на полтора-два этажа внизу находится. И обычно, ну ладно, там Петербург наводнение, но Будапешт и Дунай не разливаются ежегодно. С чего там такой же катаклизм произошел, как везде. То есть он тоже там отмечен, ну и так далее. То есть в принципе, и тоже Венгрия не считается какой-то богатой страной. То есть сейчас они не могут такого там позволить себе. То есть страна бедненькая, я так скажу. Вот. Вот такая архитектура и так далее. Особенно вон парламент их. Ну я вам скажу по поводу Германии тоже. То есть у них есть такие вот готические соборы, которые оказывается есть и в Австралии. И кто-то говорит, что их типа возобновляли. То есть достраивали. Скорее всего их возобновляли. Дело в том, что они даже себе не могли позволить, даже такая богатая страна, как Германия с трудом восстановила этот собор по тем технологиям. Вот что меня тоже удивляет. Алексей, а вот у меня вопрос. И все же, давайте подумаем примерно, может у вас есть предположение, в каком году везде произошел этот катаклизм? Это немаловажный фактор, потому что это касается жизни многих людей. Да. Я что по этому поводу думаю? Я считаю, что, во-первых, хронология была сбита, и поэтому год будет условным по той хронологии, которая, возможно, сейчас происходит. То есть, например, ну как вот у нас там был старый стиль, новый стиль, и я подозреваю, что, скорее всего, во многих государствах хронология не была параллельной, особенно, предположим, страны, разделенные большим расстоянием. Поэтому, наверное, во многих источниках, например, этих государств это событие, может быть, будет описано в разное время. Но, на мой взгляд, оно произошло с 1820 по 1840 год, где-то в этот период, если в переводе на нынешнюю хронологию. Алексей, я с вами не соглашусь по той причине, вот смотрите, у нас есть такое... Это чисто предположение свое. Да, да, а я скажу свое предположение, идея в том, что у нас передел, скажем так, власти всегда происходит после какого-то катаклизма. И один из самых ярких это у нас 1812 год, который скрыть было невозможно. Да, но, на мой взгляд, это произошло не в 1812 году, а произошло позже. То есть, у нас написано, что это 1812, а произошло немножко позже, на мой взгляд. Ага. Вот. Интересная версия. Да, возможно, он Петр подсказывает 1842. Возможно. Вот, я думаю, что события, да, все эти события произошли, может быть, почти одновременно. То есть, если мы понимаем, что 1812 год произошел именно в 1812, то тогда катаклизм произошел где-то около того времени. А я просто думаю, что то, что мы считаем 1812 год, на мой взгляд, произошел где-то в 820 или 840 какой-то год, и после него сразу произошел катаклизм. Или в это же время произошел катаклизм. Ну, давайте так, предположим. Давайте чисто вот как люди, которые не знают ничего, а вот предположим. Вот смотрите, произошел катаклизм. катаклизм. Представляете, какой это был намыв, чтобы залить первый этаж? Ну, там шло цунами, причем я читал записки очевидцев, как шло это цунами, то есть нам выдают это за наводнение, но сохранилось огромное количество записок очевидцев. Я в свое время очень интересовался наводнениями, перечитал огромное количество разных там свидетельств. Так вот, там свидетельства были такие, что волна шла настолько быстро, что Нева текла в другую сторону, что, то есть, Нева текла против течения с такой скоростью, что куча грибцов на каком-то яле здоровых мужиков не могли грести против течения, то есть, ну, Нева текла, и что люди бежали из-за всей силы, насколько могли бежать, и они не могли от этой волны убежать, то есть, их волна накрывала и топила прямо на ходу, то есть, вот такое было сила наводнения. Вот, это, ну, в общем так, был это очень мощный потоп, это не такая волна, как нам показывают голливудские фильмы, это очень был большой паводок. Ну, это было что-то типа цунами, такое вот, как показывают в Японии, то есть, такое сильное течение, ну, такая длинная волна как будто шла. Да, это не волна, скажем так, а больше похожая на мощный паводок, да, очень мощный паводок. Типа того, да, типа того. Да, то есть, я с вами согласен, потому что я тоже читал схожие работы. Мощная волна и сделать такой, скажем так, накрутить столько всякого ила, всякой грязюки, чтобы закрыть первый этаж. Ну, мы представляем примерно. Да, в некоторых ситуациях полтора этажа. Вот я сегодня как раз по Петербургу гулял, еще раз наблюдал за суворовским училищем. Там реально скрытые этажи полтора. Там причем даже очень... Ну, Санкт-Петербург в неизменности, тут уже такой вопрос. Ну, так вот, представляете, вода сошла, то есть, пока вода сойдет. Это время. Ну, ладно, представим, это месяц два-три. Сойдет вода. А чтобы высохла эта грязюка? Ну, там годик-два точно никто не жил. Ну, точно, то есть, а то и больше. Дело в том, что есть такие работы художников 1800-1700 годов. Вот у них, вот это, грубо говоря, подсказка их работы. Дело в том, что там показаны, как заросли даже все, вот некоторые здания, то есть, они порушились, и это прошли долгие годы, чтобы можно было хотя бы по этой муляке проходить. Согласен, согласен, я тоже видел эти все. А это не один год, это не один, не два, это десятилетия. Ну, судя по всему, что там такие небольшие деревья даже наросли, значит, 10-20 лет минимум никого там не было. Вот. И, поймите, вот я посмотрел по уровню, Европа пострадала меньше, чем Евразия. Ну, то есть, Азия, скажем так. Тогда получается, что Буэнс-Айрес тоже находится, это одна из показателей того, что Буэнс-Айрес находится не на изолированной территории, потому что, как же это так, Южная Америка вроде далеко по официальной карте, а пострадал, то та территория также как будто бы пострадала бы. Ну, эту тематику мы с Вячеславом с вами обсудим, и потом тут надо подготовиться, чтобы это все обсуждать. Но суть такая. Продолжим. Что у нас получается очень большой намыв, и чтобы он высох, так называемые болота у нас остались, ну, это как свидетельство этого потопа. До сих пор они просыхают. Вы представляете, уже сколько столетий это все просыхает, и до сих пор там людей затягивают. Вот. И, грубо говоря, то есть, чтобы можно было наступать пешими войсками, сколько нужно, чтобы прошло времени. Ну, то есть, это не 10, не 20, не 30 лет. чтобы эта вся муляка устоялась. То есть, а войска, то есть, они обычно с собой пушки, и все остальное с собой несут, обмундирование. Вы имеете в виду так называемое нашествие французов, которое было? Да. Я имею в виду нашествие французов. И чтобы это нашествие французов, ну, неважно, с кем они согласовали свои боевые действия, но сам факт, что было, это скрыть нельзя. Вот. Ну, я как военный могу сказать, что там есть очень большое количество вопросов с этим, так называемым, нашествием французов. Я тоже самое могу вам сказать. Но мы, просто сам факт наступления. Было? Скорее всего, что-то было. Но это точно было. Было. Соответственно, когда был потоп, пока земля эта вся просохла, правильно? Да, 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 конечно. То есть, это должно пройти не 10, то есть, судя по нашим болотам, это не 10, не 20, не 30 лет. Скорее всего, это так. Тем более еще по хронологиям, что они наступали не по пустыне, а там уже какие-то деревни были, что там уже люди жили, то есть, а жили-то они не на болоте, а жили-то они уже там что-то распахали, то есть, там какая-то территория уже была заселена. Да, и есть такое же выражение, да, потопные люди. Да, это я слышал. Да. Согласен с этим, что просто так это вряд ли бы было бы. Да, вряд ли бы. Но это приблизительно, как мы сейчас используем термин, дореволюционный или довоенный. И в то время, скорее всего, также было обиходно-допотопный. Вряд ли они ноя имели в виду с своим ковчегом. Скорее всего, какое-то событие, которое не так давно произошло. Вот. И получается у нас такая ситуация. То есть, потоп был настолько глобальный, что он намыл настолько много грязи, что она просыхала настолько долго и нудно, но при этом некоторые территории, как Европа, не сильно пострадали. Это можно сравнить по уровню воды. Есть такие ресурсы, я делился на канале Котляров.фм этими ссылками. Так вот. Получается, Европа пострадала меньше, чем европейская часть России и Центральная Сибирь. И представляете, какое-то государство пострадало, оно, конечно же, не сможет даже восстановить свою инфраструктуру даже в короткие сроки. И, соответственно, потеряли свой человеческий ресурс. Состав военной части, там какие-то телекоммуникации, ну, это катаклизм. И можно теперь спокойно завоевывать какие-то территории. Логично? Логично. Вот. И, соответственно, по моему личному мнению, то есть это бы, судя по старинным таким вот табличкам, про которые вы сказали, которые висят в Бонус-Айресе, есть такие таблички, которые были написаны только до 1963 года. А в дальнейшем, в таком же стиле, в старорусском языке, они писались только после 1900... 1863. Нет, 1900. 1900, да? А, уфу, 1763. 1863. Я последнюю фреску нашел, 1762 год. После этого в таком стиле писали только после 1763 года, ну, вот на могилах в основном пишут и на зданиях уже от руки. А до этого это как будто обработка на станке. Понятно. Вот, то есть я пытаюсь по косвенным признакам, то есть я не говорю, что это является истиной, но у меня только есть такая возможность. Ну, еще моя версия такая же, что так называемая колониальная политика довольно занюханных государств, типа Португалии, Англии и так далее, стала возможным как раз после этого катаклизма. То есть те государства, которые сильно пострадали, они как бы практически, их инфраструктура была разрушена. И после этого началось вот это захватническая политика в Индию, в том числе в Южную, так называемую, Америку, в Африку. Это такие государства, как Франция, Португалия, Англия. Хотя сами они вроде бы как на вид не обладают большими ресурсами, но смогли, вот если судить по карте колониальных владений, захватить большую часть мира. Как это было бы возможно, если бы там были бы действующие государства, нормальные? Скорее всего, там в это время уже никаких государств не было. Соглашусь, потому что если посмотреть на колониальную, скажем так, Испанию, тоже Италию, ну, в основном Испания, она находится на плато, насколько бы вы не поднимали высоту воды, она находится на очень высоком плато. То есть у вас есть человеческий ресурс, у вас остались производства, у вас остались и материалы. Конечно же, вы можете все что угодно. Та же Индия легко затапливается. это все легко проверяется на картах по уровню высот. Ну, поэтому и было возможно это все захватить. С вами полностью согласен за вашим, скажем так, я соглашусь со всеми вашими высказываниями, кроме даты. Дату я не оспариваю, это мои логические заключения, которые я готов подвинуть, если мне предоставятся другие логические заключения. Да, поэтому, уважаемые слушатели, у кого есть возможности, посмотрите на старорусском так называемые надписи на зданиях, на могилах и как они написаны, в каком качестве. И это будет вам косвенная подсказка. То есть, не 1700 какой-то год, а вот именно на старорусском виде буквицы. Вот, это, ну, скажем так, если мы всем миром соберемся и поищем, я думаю, что у нас есть возможность добраться до истины гораздо быстрее. У меня такая возможность сейчас есть, потому что сейчас я продолжаю много путешествовать, и когда я сейчас уже путешествую, я сейчас буду более внимательно на все смотреть, как я уже сейчас и делаю. И если в ближайшее время еще поеду опять в Европу, в Бонесарес, или вот по России на восток далеко, буду собирать больше материала, буду стараться документировать его даже. Кстати, по поводу востока, который делает тонкая Европа, да, есть такая даже песня, тут на востоке я вам скажу, что если не заходить именно в саму, грубо говоря, на саму архитектуру современных зданий, а присмотреться к старинным зданиям, то те же вензеля, те же колоннады, только и, конечно же, в меньшем количестве, но стиль остается тот же. И когда спрашиваешь у таксистов или у гидов, ну, люди, которые вроде бы этим и зарабатывают, они не готовы ответить на эти вопросы. Да, это точно. Вот. Вячеслав сейчас показывает город Харьков. Да, Вячеслав. Я хотел видеть Харькова. Разрешите гостю вопрос задать. Конечно. Алексей, вы все-таки морской волк, да, можно так сказать? Морской. Да, я прослужил больше 10 лет. У меня звание капитана лейтенанта военно-морского флота специальных частей. А вот было ли в вашей практике, в вашей жизни какая-то история, какой-то интересный случай, который, ну, опровергал бы наши вот эти хрестоматийные школьные знания о картографии, о земле, о море? Непосредственно, ну, скажу, что когда я учился или там потом уже ходил в море, были вопросы, и они накапливались. У меня возникал постоянный диссонанс, который на самом деле разрешился только когда, ну, я вот начал интересоваться вопросами устройства, но в том числе, как ролики Вячеслава Котлерова на меня произвели неизгладимые впечатления, и как раз я скажу, что они починили весь этот диссонанс. А могу объяснить, в чем там диссонанс глобальный был. Предположим, мы, ну, например, изучали гироскоп, он есть на большом количестве кораблей, судов, а на наших кораблях и судах он тем более был, так как у нас стояло, ну, не знаю, я боюсь сейчас сболтнуть какие-нибудь дурацкие секреты, которые, может, тоже и не секреты, но, в общем, так я буду немножко обтепкаемо говорить. В общем, стояло некое оборудование на некоторых разведывательных судах, которое требовало, ну, грубо говоря, стационарного горизонта. Вот, и оно было очень высокоточное, поэтому там у нас использовались гироскопы для удержания этого горизонта, гораздо более инерционные, чем просто судовые гироскопы для компасов. Вот, так вот, я помню, что там это представляло собой вращающуюся платформу, едва ли там не несколько сотен килограмм, которая раскручивалась, ну, внутри кожуха со скоростью 11 тысяч оборотов, причем она такая инерционная была. И мы изучали эти гироскопы, и нам говорили, что они абсолютно, ну, ни от чего не зависят, ля-ля-ля-ля. И я помню, что мы ходили в Атлантику далеко, и у меня тоже была идея, почему же он продолжает сохранять параллельность Земле? Я задал этот вопрос, а мне что-то там типа насмех подняли, типа того, а что ты хочешь этим сказать? Я подумал, а что я хочу этим сказать? Ну, просто хочу сказать, что это, по идее, не должно работать. Вот, но как-то потом опять авторитетом задавили, я про это как-то забыл. Вот, ну, я говорю, вот это то, что маяки далеко видны, то есть, например, на экране РЛС он показывает, что он черная где, и по идее должен быть за горизонтом, но его почему-то визуально тоже видно. Ну, таких моментов было очень много, ну, просто чисто моих своих собственных наулюдений. Точно так же, когда мы астронавигацией занимались, у меня были вопросы, почему там звезды так видны, ну, и так далее. То есть, все это накапливалось, накапливалось, ну, вот как-то вот прям реально случая какого-то не было. А вот вопрос, Алексей, вы не можете сказать примерно, когда их начинали раскручивать, именно когда они выходили корабли из порта, или, то есть, или когда уже не... гироскоп уже был запущен, когда идет подготовка выхода корабля в море, ну, там такая есть, сейчас скажу, вот, предположим, обычно корабль выходит в море утром, но уже где-нибудь в 4-5 утра начинается подготовка, то есть, запускается там же ведь эти машины, двигательные, энергетические установки, ее надо запустить заранее, лишь не просто там машину завел, там целая команда обслуживает все это дело, вот, ну, соответственно, как только запускает энергетическую установку, запускает и все остальное оборудование инерционное, в том числе гироскопы, все-все-все, идет подготовка, то есть, проверяется, там корабль еще стоит, но уже на мостике капитан, он опрашивает службу, и, соответственно, снимаются показания со всех приборов, начинается вести вахтенный журнал, штурмана на месте, и, соответственно, все приборы в этот момент уже запускаются, когда корабль еще, в общем-то, стоит либо на швартовых, либо у пирса. Смотря с чего он там уходит, вот, но в любом случае, обычно уже все запущено, прежде чем он даже стартанет. То есть, получается, гироскоп изначально начинает уже раскручиваться, когда он стоит в порту, независимо, где он находится, в северном полушарии или в южном, перед отправлением, и потом этот гироскоп ни в коем случае не корректируется, и все время находится в рабочем состоянии во время похода. Правильно? Да, и причем он очень инерционен. Я говорю, что если вот болванка весом в несколько сотен килограмм крутится со скоростью 11 тысяч оборотов в минуту, то он настолько, ну, непоколебим, ну, по-моему, на него там гирю урони, он не должен вообще куда-то колыхнуться. То есть, он выдерживает даже большой шторм, и он на независимой подвеске удерживает горизонт абсолютно. Там стоят очень высокоточные приборы, по-моему, до 10, ой, до 6 знака после запятой там определенный параметр меряется, очень-очень высокоточный, и этот гироскоп выдерживает все. Ну, тогда получается, что гироскоп работает независимо от места расположения, он запущен с одного места, и вне зависимости от перемещения корабля он находится, ну, то есть, скажем так, он держит свой уровень. Соответственно, мы все видели ролики в Ютубе, что гироскоп никогда не меняет свое положение, а если его пытаются сместить, то он проявляет свои очень мощные силы, то есть, даже может рвать очень мощные тросы, как только пытаются его сместить. Конечно, конечно, я уверен, что такой гироскоп, как корабельный, он вообще там обладает потрясающей инерционностью. И, соответственно, этот гироскоп ориентируется всей системы корабля, начиная от навигации, заканчивая до наведения орудий и, соответственно, всех остальных систем. Да, точно. Там есть еще оборудование очень важное, которое мало кто знает, но я скажу, что оно очень важное для многих кораблей, особенно для подводных лодок, и оно прям очень привязано к этим делам, и для них это на грани жизни и смерти, чтобы оно работало. тогда получается от этого гироскопа ориентируются все системы, все. То есть, грубо говоря, перед запуском ракеты. Это мое личное знание, что даже так называемые ракеты перед запуском или перед стартом самой машины, то есть, они все активируются и ориентируются на основную систему, грубо говоря, вот этот основной гироскоп, который ориентируется на уровень земли. Да, конечно, конечно. Ну, на уровень того горизонта, который выставлен гироскопом изначально, но он по случайному стечению обстоятельств совпадает с уровнем Земли. Несмотря на то, что корабль уже ушел вроде как за закругление, но все равно гироскоп продолжает быть параллельным. Да, все, вот это мы хотели определить. Это был один из самых больших диссонансов, которые я точно не мог никак совместить в своей голове насчет гироскопов. Уважаемые соведущие, прошу вопросы. Да, еще вопрос, если можно. Алексей, а в Тихом океане вы ходили по бережи Чирии? К сожалению, нет, не был с той стороны. Я в Тихом океане был только со стороны Дальнего Востока. Ну, типа уровень Желтого моря был в Японии, в Корее и около Владивостока там ходили, типа с той стороны Тихого океана. Ну, по берегу залива гулял там, да. Но я ничего не могу такого сказать, что я что-то видел, чего бы там могло бы или подтвердить, или наоборот опровергнуть. Вот я хотел все равно узнать ваше мнение по поводу путешествия, так называемого путешествия Федора Кольникова. В 2014 году он пересек расстояние из Чили в восточную часть Австралии на лодочке весельной. Я подвергаю это сомнению, потому что на самом деле я как раз тоже, в общем-то, греблей занимался. Ну, во-первых, там и Юрий Тимовский помещал там какие-то записки одного гребца, причем мастера спорта международного класса, который тоже квалифицированно заявлял об этом. Так и я скажу, что я, в общем-то, много и в море ходил, и сам на веслах сидел, как и вообще в изолированном. Ну, в общем, я подвергаю большим сомнениям, потому что, например, он не выглядит таким суперменом, этот Конюхов. Как раз речь идет о подготовленных бойцах, которые, я не знаю, там не один год готовят, которые там, я не знаю, могут там не есть там два дня, которые могут там вообще носиться, как лось, и так далее, и так далее. И то, скажу, что даже таким бойцам есть большие ограничения, чтобы там грестить столько дней, как он там типа греб или там находился в состоянии изолированного пространства и еще что-то. Ну, не знаю, для меня это, как сказать, маловероятно. Вот 160 дней, это, грубо говоря, 5 месяцев, и расстояние преодолел он 9000 морских миль. Кстати, вот подскажите, 9000 морских миль, как согласуется с километрами? Ну, 1852 метра одна морская миля. Причем одна морская миля, она установлена таким образом, она равна 1 минуте угловой широты на широте 45 градусов. Вот, и равна 1852, по-моему, 0,6 метра. Вот так, если 9000, ну, на 1852, 1,8, грубо говоря, умножить столько равна 1 морская миля. То есть, Алексей, вы хотите сказать, что так называемый герой Федор Конюхов, который представляется человеком с сильной волей духа, который является очень хорошо физически развитым по своим параметрам, который представляется... 16 тысяч километров, 16 с половиной тысяч километров. Да, 16668, да. Да-да-да. То есть, человек физически это преодолеть не может, и даже для очень хорошо физического развитого человека, очень образованного, это практически невозможно. Ну, это может слушать, развесив уши, только тот, кто ни разу никогда никуда не ходил и нигде не был. Я вас уверяю, что если вам даже просто на такое количество дней запереть просто в туристической палатке, ну, заставить в лесу жить где-нибудь там в районе Байкала какого-нибудь на севере, и вы ничего делать не будете, ваша задача будет просто там жить, собирать ягоды там, что-нибудь рубить, дрова, вы и то охренеете такое количество времени где-то находиться в некомфортных условиях. Уж не говоря про то, что если вас там еще стоят тяжелые работы. Вопрос. Вот появятся люди, которые зададут вопрос, я его предвосхищаю. Скажут, хорошо, Алексей, мы согласны. А скажите, Алексей, а для чего же тогда такую фальсификацию придумали с этим путешественником? Цель этой лжи. Ну, я об этом не задумывался. Честно говоря, я так поступаю. Ну, уже давно, я просто уже привык жить во всем этом деле. Я так скажу, любая информация должна быть логически обосновлена, да, и практически проверена. Ну, вот, по крайней мере, практически явно виден косяк. А вот логикой обосновать, это, конечно, тоже. Видимо, мы какой-то информацией до конца не владеем. Ну, чертова знает. Я просто... Хорошо, тогда я свое предположение. Я не люблю критиковать то, чего я, как бы сказать, не совсем владею. Да. Ну, для тех, кто, как бы, тоже сейчас, возможно, в онлайне думает, действительно, для чего. Для того, чтобы нам объяснить, что те карты, которые нам показывают, которые нам нарисовали, они действительно имеют место быть. Вот, единственное, с этой целью. Ну, для того, чтобы, да, этим якобы геройским поступком отвлечь внимание, ну, в том числе, когда прыгают там из стратосферы якобы, или там вокруг земли якобы что-то кто-то делает, тогда просто отвлекается внимание, ну, типа, герой, герой, герой. И, соответственно, ну, для манипуляции я вот давно заметил такую вещь. Используется так называемое посягательство на святое. Вот. Ну, вот. И как только начинается, вот, типа, ты, как посмел на наше святое. Вот я чувствую, тут точно можно тушить свет. Явно манипуляция началась. Ну, и, соответственно, это из этой же серии. Как ты мог посметь на нашу гордость, нашей страны, посягнуть на святое. Ну, все, и дальше поднеслась. Ну, и, соответственно, если ты начинаешь там говорить, а земля-то вот ни хрена непонятно какая, а тебе говорят, так ты как посмел, Гагарин, Конюхов, да ты что, наше святое, а ты как посмел. Ну, и так далее началось опять. Посягательство на святые символы. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Я думаю, для этого. Да, я хотел бы вот добавить по поводу этой тематики Федора Конюхова. Алексей, благодарю за ваше мнение, то, что вы сказали, что так интересно. Ну, Федор Конюхов, получается, скорее всего, по многим признакам, это фейковый герой, то есть он ненастоящий, и его специально приукрашают. Как в свое время Гагарин, это был человек эпохи, который показывал народу светлое будущее только в виде космоса, то сейчас Конюхов является таким представителем, героем, что человек, даже такой простой, может преодолеть многое, и наша страна является первой, которая сделала определенный рекорд. То есть мое личное мнение, что это может выглядеть просто-напросто идеализация человека, на котором можно равняться. Вот и все. Ну да, типа того. Создание святых образов, на которые нельзя... Я бы еще в этот ряд Чкалова добавил бы. Чкалов, да. Те, кто не знает, уважаемые слушатели и зрители, по официальной версии, Чкалов вылетел из Советского Союза и прилетел в Соединенные Штаты Америки. И по официальной версии он проделал путь через современную Арктику. Вот. Если неправильно я сказал, поправьте меня. Еще, кстати, поймался я на мысли. Вот мне стало любопытно. Ну, как бы интуитивно думаю, что Конюхов, наверное, единственный представитель. Но я все-таки, как бы, задам вопрос просто так. Ну, не просто так, а вот на размышления. А кто-нибудь, вот вы, уважаемые слушатели и зрители, слышали за последние, там, 10 лет какого-нибудь путешественника, представителя, ну, скажем так, используя слово государства. В данном случае Конюхов представитель государства, так называемой Российской Федерации. А вот другие, так сказать, суперлюди, известны ли нам? Вот если мне неизвестны, если вам известны, вот напишите, пожалуйста, в чате. И вот я обращаюсь ко всем участникам нашей замечательной конференции. Может, у вас есть в памяти герой Германии? Как-как? Ричард Берт. Ричард Берт. Адмирал. А, ну, я, да, я специально почунул за последние 10 лет. А, 10 лет? Нет, я знаю. То есть, получается, единственный супергерой, он выращен не в джунглях Амазонии, а в сибирской тайге, и он натренировался на, как говорится, на медведях, носил их подмышками и так развивал свою мышечную массу. То есть, получается, Конюхов единственный в своем роде и только в этом... Так, в российском, да, государстве. И это, там, на самом деле, много вопросов вчера, ну, как бы, сохранили кто-то, я не помню. Да, я сохранял, и тогда я прошу, уважаемые соведущие, то есть, мне немножко не перебивать, и только поддерживать по теме вопросов. Вчера мы обещали, уважаемым слушателям, что кто задал вопросы, мы их воспроизведем. Один из вопросов, который тоже звучал на канале Юрия Тимовского, это по поводу маяков и о дальности видимости на расстоянии моря. Насколько далеко видно маяки? Ром, прошу прощения, я только сейчас увидел Сундаков. В принципе, да, но, как бы, Сундаков, по-моему, последние 10 лет уже вроде не путешествует. Хотя, ладно, сейчас я хотел сказать за другое. Вы знаете, сейчас, когда я увидел Сундаков, я себя поймал на другой мысли. Получается, не в обиду другим языковым группам, ну, человекам, людям, и неважно, которые общаются на других языках, им не нужно рассказывать, что Земля выглядит именно так, как нам ее нарисовали. Они по умолчанию уже в это верят. А получается, этих путешественников создают для славяноязычных, потому что мозг у нас пытливый, речь у нас эта, хоть и сильно искалечена, но позволяет коннектиться к информационному полю. Поэтому, я так понял, героев, путешественников только для славяноязычной группы создают. Потому что, ну, начнем думать. А Виталий Сундаков, думаю, это тоже, как бы, известный всем человек. И вот в одном из роликов он поставил на стол глобус и атлас положил перед собой классический, чтобы подчеркнуть тем, что, скорее всего, завалили вопросами, что Земля плоская. Поэтому, если вы спросите у Виталия Сундаковского, какая же форма Земли, он скажет маленькая, шарообразная. Все, передаю слово, извините. Итак, возвращаемся по поводу дальности видимости маяков в море. То есть, у нас спрашивает Алексей о дальности видимости на расстоянии маяков в море. То есть, как далеко видны эти маяки? Ну, меня спросил эти. Да, 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 конечно, Алексей, потому что вы были в море. Ну, я не только был в море. Вообще, я скажу, что я с вопросами гидрографии знаком. Есть так называемая гидрографическая служба. Она относится к вспомогательному флоту. В свое время был вспомогательный флот СССР. У них специальные корабли и свой специальный флаг. Эта гидрографическая служба заведует в том числе маячной системой и всей навигационной системой стационарной. Есть разные классы маяков, различные способы. Ну, они по-разному там действуют. Некоторые маяки предупреждают о разных опасностях навигационных. Некоторые маяки используются как ориентиры. Некоторые маяки устанавливаются на отдельных каких-то островах, на скалах и так далее, так далее. Ну вот, в принципе, конечно, есть некоторые маячные сооружения, особенно старые. Сейчас они, правда, не так актуальны в связи с появлением радиолокации и так далее. Но я в свое время, когда ходил в море, мы даже наизусть создавали некоторые акватории. То есть мы должны были там у отманской службы прям проговаривать полностью, как бы, как вот корабль идет и какие маяки там видны. Они разные, разные, разные. Ну, на тот момент я скажу, что я не задумывался о соответствии, как бы, должен ли этот маяк виден быть в случае, если Земля там круглая или не круглая. То есть вот. Но скажу, что некоторые маяки, особенно вот такие стационарные, они видны на десятки морских миль. Это точно. Ну, десятки это примерно, то есть сколько? Ну, если, предположим, 20 морских миль видна, то, значит, получается, почти 40 километров его видно. Вот, что, в принципе, я только сейчас осознаю, что, скорее всего, не должно было быть видно, потому что он должен быть уже за закруглением Земли, если Земля округлая. Да, некоторые маяки видны далеко, реально далеко. Это глазом видно, да? Без приборов? Да, конечно, глазом видно без приборов. Ну, виден их свет, конечно, да. То есть лампы там стоят очень сильные, и, соответствующие некоторые маяки представляют собой сложное здание, ну, такое очень монументальное. Нам известно, что такие системы видим линз Френеля, которые используются в некоторых устройствах, и даже миниатюрных, которые у нас в домах в некоторых. Вот. Они, конечно, позволяют даже маленький источник света проявлять на дальние расстояния. Ну, мы больше, как бы, отвлекаемся от нашей тематики. Я могу сказать, что, предположим, насчет маяков. Например, кроме маяков, когда особенно по Балтике ходили, в качестве навигационных ориентиров использовался купол Исаакиевского собора и купол Морского Кронштадтского собора. Так вот, я скажу, что их видно едва ли не от Таллина и от Риги. Сейчас, я думаю, конечно, далеко их видно было в бинокль. Ну, не в вооруженном глазу, но в бинокль видно было. То есть, и примерно какое расстояние было? Ну, на каком расстоянии, например? Ну, что тут знаю. По карте сейчас смотрите. Я просто давно уже в море не ходил. Хорошо. Могу что-нибудь сморозить, так сказать, не глядя. Сделать поправочку. Да, ну, просто помню, что многие маяки, и опять же, тоже помню, что добавляли мне в мой диссонанс восприятие, кроме гороскопов, и это в том числе. В том, что многие моменты были видны. Да, кстати, помню, что и суда точно также были видны. Как-то мы забавлялись, особенно, когда мы в открытом океане ходили. Там же тоже бывало, что корабль идет, и на все 360 градусов совершенно ровный горизонт. И мы, когда однажды видели на экране РЛС какое-то судно, как точку, вот, мы выбежали на палубу, пытаясь рассмотреть. Так вот, интересно, что кто-то там наш, ну, бинокль, там вот хороший морской бинокль до 30 крат увеличивает. Вот. И судно мы увидели в бинокль. Еще интересно, что на РЛС она была гораздо дальше, и прийти она должна была быть за линией горизонта, но мы его тоже увидели в бинокль, как по прямой линии. Ну, все начали думать, как же так, почему мы его увидели, по идее, оно должно быть за горизонтом, ну и так далее. То есть, в принципе, я помню, что подобные случаи меня тоже вопросы задавали, но я говорю, что опять наталкивался на это, а что ты хочешь этим сказать? Соответственно, никто обычно не впадал в полемику. Ну, хорошо, давайте так. Вопрос следующий. Когда вот использовали сигнальные огни, то были ли они переотражения от неба? То есть, своеобразный вопрос, честно говоря, сам смысл до конца я не понимаю, но вот такой вопрос странный. Ну, скорее всего, это касается больше Южного полушария. Нет, я этого не видел. Я в Южном полушарии столько был уже потом. То есть, как моряк, я в Южном полушарии не был. Хорошо. Тормосфон из Мир спрашивает следующий вопрос. Это, конечно, вопрос будет долговатый. Ну, смотрите. Луна разного размера и очертаний. Отличаются ли они на разных континентах? Да, точно. Там она больше размером бывает. Именно в Америке она бывает, что большего размера, но, опять же, иногда она огромная просто даже. И что я решила, что она и разного цвета. В какой Америке? В Северном, в Южном? В Южном. В Южном. Я в Северном особо наблюдения не делаю. А именно вот в Южном, да. Вы хотите сказать, что получается, если смотреть в Северном полушарии, то есть, она меньше, а в Южном она гораздо больше? Ну, она разного бывает там. Она бывает такого же размера, как наша. Бывает вот более большого размера, такое пещение, что там либо разные луны ходят. Но я говорю, что когда я там был, я тогда в тот момент не задумывался над многими моментами. В принципе, люди же настолько свято верят в официальную информацию, как и я в том числе. Поэтому все косяки какие-то, которые я видел и нестыковки, больше списывал либо на искажение атмосферы, либо еще какие-то глюки. То есть сейчас просто, когда количество глюков накопилось и превысило критическую массу, начал на все это дело критично смотреть. А в то время не особо обращал внимания. Да, Луна бывало, что гораздо больших размеров, она красноватая бывала. Но что у нас она здесь более белая, иногда желтоватая. Тоже бывает чуть большего размера, чем обычно. Но все-таки там она бывает прям огромная. То есть почти в полтора раза больше, чем наша. Ага, получается, все равно в северном полушарии даже среднестатистический размер самой Луны меньше, чем в южном полушарии. Да, и я веду по максимуму. Потому что в южном тоже бывает, что нормальная Луна. Но она вот, как и здесь, кстати, бывает Луна больше размером, бывает меньше размером. Я вот сейчас уже обращаю внимание, какая Луна бывает. То полнолуния тоже разные бывают. Бывает полнолуния, вот как сейчас, относительно малого размера. А вот где-то с полгода назад была однажды Луна. Я ее даже перепутал. Ну, вообще подумал, что это не Луна. Думал, какое-то архитектурное излишество появилось на зданиях. То есть оно было просто колоссального размера даже здесь, в Петербурге. Да, вот интересное наблюдение, то есть по поводу размера Луны. Так, ну тогда, уважаемые слушатели, я сейчас прочитаю чат. Задайте, пожалуйста, вопрос в режиме онлайн. Попрошу всех подождать буквально 30 секунд для того, чтобы кому-то перевести дыхание. Это касается Алексея. И задайте вопрос Алексею. И тогда мы продолжим стрим. И тогда, уважаемые соведущие, дальше зададут вопросы. Русский человек спрашивает, о каких полушариях идет речь, господа. Вам говорят о северном полушарии и южном полушарии. То есть до нулевой широты и вниз до Антарктиды. Дальше. То есть тормоз, фон, измир. Я вас прошу тогда тоже задать вопрос, если у вас они таковые есть. Давайте пока в чате. Думаю, это я задам вопрос. Можно? Да, да, да. Смотрите, Алексей. Вот вы были в северном и южном полушарии, так сказать. Были ли какие-то особенности приливов и отливов в северном полушарии и в южном? В южном полушарии я приливов и отливов не изучал. Не знаю там насчет приливов и отливов. Но вообще я скажу, что по роду моей деятельности приливы и отливы были моей спецификацией при защите диплома и потом при дальнейшей деятельности. Я довольно был с ними связан долго. Поэтому с точки зрения официальной науки я при приливы и отливы могу рассказать много что. Но в южном полушарии я их не наблюдал. Но вот, предположим, по приливам и отливам, большая разница есть, какие приливы и отливы, предположим, находятся в Европе, как действуют приливы и отливы в северной части, это Северодвинск, Архангельск. И, предположим, приливы и отливы находятся еще в районе Владивостока и южнее, ближе к Корее. Там тоже учитываются приливы и отливные моменты. Ну, скажу, что они все по-разному там. Единственное, что их объединяет, что меня тогда тоже, опять, кстати, когда изучал, особенно на практике приходилось это все видеть, что их, то, что они идут каскадно, что, ну, я просто думал, если они луной вызываются, почему они не наблюдаются одновременно на всей этой местности? А они идут со значительной довольно задержкой. То есть можно как бы ехать на автомобиле вдоль побережья и видеть, как он одновременно со скоростью движения автомобиля наступает этот прилив по очереди во всех этих местах вдоль побережья, в которые ты двигаешься. То есть приливы наступают по очереди, то есть вдоль побережья, как будто бы на небе летит некий объект, который эти приливы вызывает, но вызывает их по очереди, каскадно. Вот это что интересно. Что их всех объединяет, что они каскадно наступают. А разница есть в том, что они по-разному выглядят, там, эти приливы-отливы. То есть я не очень могу понять, как они, вот, предположим, на Белом море, они определенным образом идут, а потом наступает местность, где эти приливы-отливы практически перестают быть. Вот, ну, я как бы в этот вопрос сильно не вдавался. Вот, ну, если так сказать, что про приливы-отливы, опять, нам официально говорят, что там Луна, но опять же получается так, что приливы-отливы, они наступают по-разному в течение месяца. То есть предположим, ну, возьмем так, что максимальный прилив или максимальный отлив в течение месяца колеблется, то есть идет по некой волновой, ну, по некой волне. То есть, предположим, максимальный прилив в течение месяца будет другой, чем такой же максимальный прилив там в какой-то часть месяца. То есть, вот, и они причем зависят от Луны, от фазы Луны. Я еще думаю, как может быть зависеть от фазы Луны? Я понимаю, если бы Луна, ну, если возьмем по официальной версии Луна, фаза наступает от того, что Луна по-разному освещена. Но Луна-то притягивает воду не своей освещенной частью, а полностью поверхностью, как может способность Луны притягивать воду изменяться в зависимости от фазы? То есть, вот. Но еще причем интересно, что если мы возьмем максимумы в течение года, то есть, предположим, в январе был максимум такой-то, в феврале максимум секой-то, там, в марте другой, то и эти максимумы в течение года тоже будут колебаться по определенной волне. На что нам говорили, что тут, оказывается, некие планеты вступают. Там так называемые, ну, я сейчас скажу, некие там сизигийные приливы, так называемые. И вот эти сизигийные гармоники, там специальные таблицы, были якобы, ну, какие-то планеты влияют. Я тогда тоже думаю, мать, думаю, как же это может быть фазы Луны, а потом какие-то еще далекие планеты, типа Юпитера, влиять на нашу воду. То есть, чужие они тогда не влияют на другие вообще объекты. В таком случае, если Юпитер, как эта вот маленькая звездочка там может влиять на что-то. Ну, в общем, вот я скажу, что там с приливами полная засада. Поэтому там, в общем-то, с какого-то времени я перестал в это вдумываться. Я просто тупо брал таблицы и по таблицам рассчитывал все эти приливы, отливы. Ну, или сами мы там, благодаря определенным наблюдениям, сами рассчитывали все эти коэффициенты таблицы. То есть, мы просто эмпирическим образом все это делали. Хотя я скажу, что логике совершенно ничего не поддается. Вот все приливы, отливы. Вот и все. Да, Алексей, вот по поводу приливов и отливов. Вот я слышал историю от моряка, который ходит по сей день в гражданском, скажем так, сегменте. И вот тоже была ситуация. Прислали молодого навигатора. И старый, было слышно, как он ругался, когда молодой начал рассказывать про его институтский экскурс по поводу приливов и отливов Луны. И старый попросил его все-таки, прочитая, пожалуйста, в этой части океана, просчитать, насколько будут большие приливы и отливы. И он не смог просчитать. Так заставил его заново переучать эту всю систему. Ну, то есть, грубо говоря, посмотрел на эту всю картину и сказал, придется тебе все заново учить. То есть, старый моряк гораздо лучше знает, чем институтские знания. Ну, конечно, обычно... Я скажу, что мы тоже на месте все всегда эмпирическим путем просто рассчитывали заново. Потому что там совершенно ничего не бьется по сравнению с всем. Потому что, я говорю, вся эта теория приливов и отливов верят в нее только те, кто ничего не знает. Потому что, если бы они хотя бы поверхностно изучили все эти официальные версии, то логически нереально в это дело вникнуть. То есть, ничего не бьется. Да, я соглашусь, потому что я тоже очень долго изучал эти приливы и отливы. Если ты начинаешь изучать, там за неделю просто мозг вскипает. Если даже по чуть-чуть начинаешь считать, там получается полная чехарда. Но тематику приливов и отливов Влад, мы однозначно поднимем чуть позже. Я скажу, что в тех местах, где я бывал, там бывал и прилив достигал 6 метров. То есть, вот это вообще просто меня совершенно возбуждало, что как-то вот тут я хожу по суху и что через, например, часа 4-6 это место будет затоплено в 2 или 3 человеческих роста. Это меня, конечно, выносило мозг. И это я видел реально, что такие вот приливы бывают. Хорошо, это скорее всего... Ну, то есть, почему там такие в 6 метров? Это зависит, скажем так, от... Скажем так, дна и, соответственно, подводных вот так называемых рифов. Ну, да-да-да. Там изрезанный берег был наподобие большого количества маленьких бухт. Соответственно, когда там плоский пляж, там просто море далеко уходило. А когда попадало на маленькие бухты, то, конечно, вся эта вода, как в узкое отверстие попадала, и поэтому большой подъем воды происходит. Да, и выходить не успевало. Но я вот хотел бы тоже задать вопрос. Получается, в южном полушарии приливы меньше, чем в северном? Судя по всему, да, потому что я вот скажу, хоть я лично там и не был с этой миссией, но вообще, так как я был в Аргентине, у меня много знакомых вообще с Латинской Америки, там, из Колумбии, из Пексики. Я вообще ни от кого никогда не слышал каких-то моментов по поводу того, что как-то там влияет на что-то приливы-отливы. То есть, никто никогда их не учитывает. Обычно в тех местах, где они есть, там всегда местное население в курсе, и какие-то рассказы по этому поводу есть, то вот в Латинской Америке об этом никогда не слышал. Ну, давайте тогда подытожим. Получается, приливы-отливы, во-первых, зависят от дна, которая находится под водой, насколько быстро может приливать и отливать вода. Это первое. И второе, тоже интересный такой момент, это то, что в северном полушарии, ну, в официальном северном полушарии, в северной стороне, приливы гораздо больше. То есть, это факт, на который закрыть глаза практически невозможно. Самые большие приливы, которые я видел, были в городе Северодвинске. То есть, довольно северный вариант. Вот. Прекрасно. Ну, давайте тогда на этой тематике мы поставим многоточие. То есть, нам нужно просто подготовиться на эту тематику с Алексеем и с соведущими, и мы продолжим. Потому что это отдельная, скажем так, отдельный раздел, я скажу, больше. И поэтому нужно к нему подготавливаться более глобально. Мы однозначно поднимем этот вопрос позже, если Алексей не против. Нет, я не против. Да, то есть, это просто очень интересный вопрос, и к нему надо готовиться более принципиально. Но Владу благодарим за такой интересный вопрос. Тут у нас вопрос в чате. То есть, это у нас просто такой формат, обязательно слушатели нужно читать, и что они излагают текстом. Далее. Вот пишет тормоз фон из НИР. Насколько берет РЛС? То есть, по дальности от корабля. Я ранее предупредил, что это скорее техническая информация, и ее излагать не стоит. Мне почему-то кажется, что это зависит от самой РЛС, которая на корабле установлена. Потому что некоторые РЛС есть навигационные, а некоторые РЛС есть как система наведения некоторых оружия, предположим. И, соответственно, некоторые РЛС, я скажу, находятся в стадии секретности, и даже озвучивать, как они называются, по-правильному, тоже является нескольким нарушением. Потому что реально то, что там, когда по телевизору говорят РЛС, там и какое-нибудь имя говорят, по факту это не так. То есть, спецификация, она по-другому называется. И называть вот эту спецификацию правдивую является нарушением, и не стоит, а уж тем более, ну, там какие-то характеристики. Вот, но скажу, что обычный РЛС, ну, если это навигационные, которые берется, ну, существенно за пределы горизонта выходит, да. Но нам объясняли, что там ультракоротковолновые волны, и, мол, они могут огибать вот туда-сюда, или какие-то волны там, в общем, которые за горизонт типа проникать могут. И чтобы мы по этому поводу не борелись. Да. Уважаемые слушатели, я прошу прощения о том, что я ограничиваю этот вопрос только по той причине, потому что это немножко некорректный вопрос к человеку, так как он открывает какие-то характеристики. И поэтому это больше касается, ну, скажем так, личной жизни этого человека. Поэтому я прошу такие вопросы сильно не раскрывать. Мы как-то по-другому откроем некоторые вопросы. И РЛС – это только маленький косвенный пазл. Далее. Вопрос такой. «А почему на Балтийском море нет прилива и отлива?» Ну, дело в том, что эту тематику по приливам и отливам мы и дальше поднимем, то есть, ну, однозначно запомним. Так, далее. Вопрос тоже интересный. «Течение всегда везде в одном направлении?» Ну, тут, конечно, вопрос не совсем корректный. И просто даже посмотрите на карту прилива и отлива. И такой шуточный вопрос от Сергея Белякова. «Русалок вы видели?» Нет, не видел ничего такого. Хотя я скажу, что бывало... У нас была такая забава, когда корабль стоял на рейде, бывало, подолгу он стоял, особенно вот когда в Средиземном море. Мы очень часто такие здоровенные корабельные швабры, на которых вот есть, но она представляет себе как сноб таких тяжелых веревок, когда эта швабра мокрая, она, я думаю, килограмм сорок весит. Мы такие швабры выбрасывали за борт, чтобы они там, ну, сказать, траллили по дну, волочились. И вот очень здорово, что когда она там полдня потралит на дне, мы оттуда вытаскивали эту швабру, и внутри там успевало поселиться огромное количество разной живности. Столько всяких вообще странных таких каракатиц, каких-то извивающихся червяков или каких-то странных морских звезд можно было иногда там увидеть. Вот, но русалок нет. Видел летучих рыб, видел огромное количество дельфинов, это да, но русалок нет. Или каких-то что-то такое аномальное, реально, да нет, такого особенного не было. Можно вопрос задать, Алексей? Конечно, можно, да. Это я больше к Роману у нас. Роман распоряжается эфиром. Это нормально, это нормально. Виктор, не, не, просто вопросы из чата закончились, то есть теперь соведущим могут спокойно задать вопрос. Алексей, смотрите, вы сейчас в отставке, да? Вы уже не занимаетесь? Да, я уже, с момента распада СССР, в принципе, я практически сразу уводился. Вопрос такой, у вас... У вас остались связи, у вас остались друзья, однокашники, которые сейчас действующие? Да, есть, есть кое-кто, хотя мало, но есть. Вы с ними имеете связь? Вы с ними можете обсуждать эти вопросы? Как они реагируют, если вы обсуждали? Ну, нормально реагируют. Сейчас так, в принципе, я даже скажу, что по сравнению с Советским Союзом многие вопросы вышли за пределы секретности. То есть на вопросы несоответствия? Вот на тему проблемы несоответствия. Несоответствия нет, я с ними ни о чем не затрагивал. Дело в том, что большая часть из них очень ортодоксальных убеждений, и, скорее всего, они меня не поймут и покрутят пальцем у виска. Я даже не пытаюсь с ними об этом обсуждать. Я скажу, что я вообще с ними, скажу, в основном разговариваю только о каких-то воспоминаниях. О какой-то текущей жизни вообще мало с ними общаюсь. Я с ними даже не общаюсь о своей нынешней деятельности, потому что моя нынешняя деятельность по отношению к деятельности обычных нормальных людей тоже весьма экстравагантна. Вот почему я как раз и не озвучиваю даже вот здесь диалоги, потому что она вызовет еще большее количество вопросов. Хотя она связана с большим количеством поездок и очень экстравагантным видом деятельности, которым я сейчас занимаюсь. Поэтому я очень мало с кем что-либо обсуждаю. Да, Алексей, тут вопрос такой. Голос молодой, сколько гостю лет? Ну скажите, что более 40 или более 35? То есть точно не надо? Более 50. Вот. То есть вы живой, здоровый человек, просто-напросто ваши голосовые связки звучат так молодо. То есть это вам, скажем так, косвенный комплимент от наших слушателей? Ну вообще, я скажу, что я и выгляжу существенно моложе. Обычно мне как раз на вид дают обычно 35-40 лет. Я нахожусь в отличной физической форме, потому что я ее поддерживаю очень сильно. Очень многим, большим количеством видов спорта занимаюсь и нахожусь в форме, которую, ну, в общем-то, я на профессиональном уровне сейчас все равно поддерживаю форму, которая соизмерима с 25-30-летними моими коллегами. Так, вопрос чуть-чуть о другую тематику. Есть ли, видели, деминитированное ванное какое-то, лимитированное концентрическое сечение морской глади? То есть, имеют в виду, то есть люди насмотрелись такое, как РЕН-ТВ, и, скорее всего, такие вот круги, как показывают по телевизору, видно, что это сделано на компьютере, но, тем не менее, какие-то странные свечения, какие-то странные корабли. Странные свечения есть на Дальнем Востоке. То есть, в принципе, вот море, которое там на Дальнем Востоке, оно очень своеобразно, особенно если от Владивостока отплыть от самого города туда, там очень много живности дикой. Там даже купаться небезопасно. Там и акулы, и некие медузы ядовитые, и морские ежи, и звезды. Там они есть, и там очень много и какой-то бактериологической, видимо, обстановки такой другой, так как там море теплое. Вот, так там, да, там что-то вода есть такое на вид. Она как бы, особенно ночью, когда она переливается, видно свечение какое-то. Ну, я думаю, что это связано просто с бактериями определенными. Ну, планктоном, я понял, что вы имеете в виду. А, наверное, там. Да, а тут просто был такой, скорее, вопрос больше конспирологический насчет НЛО и в этом духе. Я НЛО видел. Я НЛО видел несколько раз, причем в разных вариантах видел НЛО. И уверен, что, ну, не знаю, если это и люди, то тогда используем неких секретных технологий. Но скажу, что так летать, как они летают, и то, что я видел, невозможно с помощью тех аппаратов, которые сейчас нам известны. Вот, точно, НЛО я видел, я причем, я скажу, что человек довольно прагматичный, РНТ его не смотрю и опираюсь только на свой эмпирический опыт. Поэтому, в принципе, ну, скажу, что кто-то летает. И летает так, что нам не подвластно. Ну, по крайней мере, нашим известным технологиям. Алексей, я вам в подтверждение просто скажу, что мне известны определенные люди, которые в таких местах служили, грубо говоря. И вот они именно занимались вот такими вот аппаратами и все это пытались просчитать. Да, это есть, это официально есть подразделения, которые все это высчитывают. То есть, и они военизированные. И, кстати, даже спустя много лет, когда даже некоторые из них увольняются туда, они не поднимают эту тематику вобще. Ну, я скажу, что ее интересно поднимать только, когда ты не в курсе. А когда ты начинаешь с этим сталкиваться, в общем-то, да, поднимать особо не тянет. Да, они как бы, то есть, этот вопрос настолько его, походу, присыпали вот этой всей ерундой РЕН-ТВЭСКОЙ. Ну, всеми остальными видеороликами непонятными, скажем так, некоторые поддельные, некоторые шутливые. Ну, суть не в этом. Ну, скажем так, есть и есть. Вот. Далее, уважаемые слушатели, прошу дописывать в чат то, что вас интересует, какие вопросы. И я хотел бы услышать вопросы от наших сведущих с удовольствием. Так, желательно ввести контекст в тематике косвенных вопросов о форме Земли. То есть, какие есть косвенные признаки, что Земля имеет другой признак. «Звездное небо» мы с вами обсудили, приливы и отливы переведем в отдельную тематику, потому что очень объемный, так скажем так, разговор предстоит на эту тему. Рома, у меня вопрос о связи в море. Вот когда нет вышек, вот какая связь? То, что мы говорим, спутник, связь и так далее. Ну, если Алексей не против, то тогда задавайте. Если Алексей ответит. Уже прозвучало. Алексей, что вы скажете о связи? Есть ли дальнее плавание? Нам говорили, что там есть спутниковая связь. То есть, и все, что там пользовались, да, и какие-то навигационные приборы. Как раз, кстати, скажу, что сейчас в основном все навигации на так называемые спутниковые связи. Хотя, что по факту на самом деле там используется, черт его знает. Потому что я сейчас, в общем-то, совершенно не верю в эти спутники. Но какая-то связь есть, которая, в общем-то, не зависит ни от вышек, ни от чего. И она действительно работает везде. И навигационные приборы сверяются по основным позициям. Ну, там для навигации используется несколько способов параллельного ведения курса. Особенно для боевых кораблей. Но в том числе и вот это так называемое спутниковое. Потому что чисто спутниковое не может быть использовано. Ну, там подразумевается, что вдруг чего-вдруг трясется, и кто-то какие-нибудь там что-нибудь подзарвет, и что-нибудь работать не будет. Поэтому там на самом деле ведется много параллельных каких-то способов, в том числе инерционного счисления курса. Но и вот спутниковое тоже. И в том числе связь. Потому что постоянная связь есть по зашифрованным каналам, по таким, по сяким. Так что там много каналов связи на корабле есть. Но, кстати, скажу, что связь там засекречена еще даже сильнее, чем навигация. Поэтому там, предположим, корабль в море, в рубку, по-моему, только командир корабля, и то только по специальному расписанию может попасть. То есть иногда там, по-моему, радист, даже командиру корабля не все может сказать. Поэтому там что-то с этим делом сильно связано, секретно. Ну, тут дело в том, что я вам скажу, даже есть такая определенная вещь. То есть если на корабле, то есть на корабле, судне, то есть если это боевая часть и даже в других подразделениях, когда приходит командир, единственный, кто не встает и не отдает честь, это люди, которые находятся на боевом посту управления и, конечно, в связи. То есть они никогда не встают и не докладывают. Тоже такое интересное наблюдение. Далее. Тут вопрос у нас от Сергея Велякова, что гость думает об Австралии. Об Австралии я, например, ничего такого сам не думаю. Я прочитал или прослушал очень много отзывов об Австралии и скажу, что я по объективным показателям ничего не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Хотя у меня есть друзья, которые вроде туда уехали. Но опять же скажу, что с тех пор, как они туда уехали, от них ни слуха, ни духа. И поэтому все может быть. Может быть и Котлеров Вячеслав прав, и в том числе Тимовский прав по поводу этих заборов, и по поводу этих кенгуру, и генетических экспериментов, и по поводу того, что Австралия, возможно, не материк. Почему бы нет? То есть я, например, как-то категорически не придерживаюсь того, что официальная версия абсолютно права. Так что вот так. Вот что я думаю. Субтитры сделал DimaTorzok